По итогам пятницы на валютном рынке наблюдается ажиотаж. Курс рубля снизился, доллар и евро в обменниках растут в цене, но не столь значительно. Сейчас доллар продают по 481 тенге. Серьезных изменений курса американца к тенге в краткосрочной перспективе не ожидается, отмечают в ассоциации финансистов. Однако казахстанцы в соцсетях все чаще задаются вопросом, случится ли девальвация. Мнение экспертов выслушал Мураджа Киев. Тенге с весны ослабел почти на 10%. Сейчас он достиг отметки 480 тенге за одного американца и практически замер. Причем, как заявляют экономисты, сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы тенге начал укрепляться к доллару, если, конечно, нацвалюту государство не продолжит искусственно укреплять. Мы очень сильно зависим от других валют. Например, также Россия. В России сегодня что происходит? Мы же видим, да? Они сейчас там вся и всеми силами удерживают этот рубль от вообще от какого-то, знаете, неадекватного, скажем так, поведения, да? Стоит только рублю тихнуть, у нас его сразу ангина у тенге, потому что мы с Россией очень сильно связаны. Айдар Алибаев не исключает того, что тенге может достичь до конца года отметки и 500 тенге за доллар, но это в крайнем случае. Вместе с тем, в ассоциации финансистов сегодня заявили, что серьезных изменений курса пары тенге-доллар не ожидается. Этому будет способствовать стабильное предложение иностранной валюты из НАСФонда. Напомним, правительство намерено увеличить объем запланированных на год трансфертов до 2 триллионов тенге. Вместе с тем, другие эксперты не разделяют такого оптимизма и говорят, что предпосылки для ослабления тенге все же есть. Например, на следующий год прогнозируется снижение цен на нефть. На данный момент он у нас запланирован в республиканском бюджете по 75 долларов за баррель, но уже сейчас он спустился до 70 долларов за баррель и прогнозируется крупными международными брейтинговыми агентствами, международными финансовыми институтами до 60 и даже до 50 долларов за баррель. Поэтому все это будет тоже работать на ослабление национальной валюты. Мироя Артмахмутова убеждена, что очевидных причин для девальвации в ближайшие дни или месяцы нет, а продажи валюты из нас фонда для трансферта в республиканский бюджет станут своего рода валютными интервенциями и восполняют потребность в иностранных деньгах на рынке. Вместе с тем, другой экономист Ануар Нуртазин утверждает, что предпосылка к девальвации казахстанского тенге сохраняется всегда, а делать прогнозы по курсу тенге – дело неблагодарное. Девальвация в принципе в долгосрочной перспективе макроэкономическая будет всегда у тенге. То, это относительно небольшие колебания. В данном случае населению нужно относиться к ситуации более философски и не бежать, скажем так, на панику, а, наверное, как бы сказать, попытаться думать о более позитивных вещах. Похоже, именно сейчас явных причин, которые способны повысить курс иностранной валюты, все же нет, убеждены экономисты. Как и нет причин для резкого укрепления тенге, но как поведет себе валютный рынок до конца года, покажет время.